Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ближайшие 2-3 недели будут крайне напряженными. Чего ждать от новой вспышки коронавируса? И стоит ли рассчитывать, что после омикрона пандемия пойдет на спад? Телефоны и сим-карты в пене для бритья, что еще тайком пытаются пронести в алтайские колонии. Впервые Open FC чем запомнится международный турнир смешанных боев в Барнауле. И сегодняшний день не обошелся без рекорда. За сутки коронавирус выявлен у 3653 жителей края. В Минздраве сообщают, наплыв посетителей в поликлинике увеличился почти в два раза. Резко выросло и число вопросов в соцсетях, связанных с вакцинацией и коронавирусом. Чтобы изменить логистику приема пациентов с признаками ОРВИ, в Минздраве приняли решение установить видеокамеры там, где принимают людей с признаками инфекции. На данный момент уже установлено и подключено 100 видеокамер в 70% медицинских учреждений. Благодаря камерам в режиме онлайн планируется отслеживать поток пациентов и по необходимости перебрасывать туда дополнительные силы. В ближайшие 2-3 недели ситуация с COVID-19 в регионе будет крайне напряженной. Такие прогнозы сегодня дал главный инфекционист края Валерий Шевченко. Если на прошлой неделе от коронавируса полыхали города, особенно краевая столица, то сейчас заболеваемость начала расти и в районах. Стоит ли надеяться, что после вспышки омикрона пандемия пойдет на угасание и вирус больше не будет мутировать в более тяжелые формы? Об этом не только в нашем материале. Из 100% зараженных COVID-19 в крае 40% сейчас приходится на более заразный штамм омикрон. Да, он легче переносится, говорит Шевченко. В основном люди болеют в легкой форме или средней степени тяжести. Многие специалисты даже утверждают, что после такой омикронной вспышки пандемия в мире пойдет на спад. На сегодняшний день оснований не верить им нет. И желаний не верить им тоже нет. Да, действительно, на сегодняшний день то, что происходит с заболеваемостью, которая определяет омикрон, имеет схожие черты с эпидемией гриппа. Стремительное распространение, вовлечение в процесс, в эпидемический процесс, в заболеваемость детей и беременных, что было характерно для гриппа последние годы. Все вот эти вот тенденции, они действительно и дают основания предполагать, что вот сейчас уже, ну, сколько-то определенно вырисовывается картина некой сезонной болезни. Но так ли это будет, посмотрим. А пока количество зараженных растет в геометрической прогрессии. Эпидемический порог превышен в четыре раза. Причем болеют и вакцинированные, и ранее переболевшие. У многих возникает резонный вопрос, так стоит ли делать прививку? Определение того, что вакцинация в настоящий момент бесполезна, точно нет. По крайней мере, по той причине, что дельта еще полностью не вытеснен омикроном, и риск средне тяжелой и тяжелой формы, осложненной формы у людей, ну, относительно здоровых, тем более у лиц с отягощенным состоянием здоровья, с неблагоприятным преморбидным фоном, все-таки риски остаются. Поэтому человек должен быть привит. Уж насколько в данном случае болезнь, вызванная омикроном, обойдет этого человека, это вот уже дело второе. По крайней мере, вакцинация защитит от средне тяжелого-тяжелого течения от смерти. Это факт. И это касается всех вариантов вируса. Напомним, больной омикроном может заразить до ста человек. Появится ли в перспективе еще более заразный штамм вируса, специалисты пока сказать не могут. Как, впрочем, и относительно появления более тяжелого. В третью волну все-таки в более щадящем формате протекала болезнь. И пришел вариант дельта. От относительно легких в тяжелые, сейчас в легкие, тут сложно строить прогнозы. А прогнозы по пятой волне, по словам Шевченко, можно делать, исходя из опыта стран, переживших омикрон, где месяц резкого подъема заболеваемости сменялся почти столь же резким снижением числа тех, кто обращался за медицинской помощью. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. А тем временем Бийск почти одолел вирус. Там за минувшие сутки выявлен всего лишь один случай коронавируса. Это подтвердили в пресс-службе правительства, но отметили, что результаты теста могли просто не успеть дойти. Для примера, за прошедшую неделю в Бийске выявили более тысячи заболевших. Очевидно, в Наукограде, так же, как и в Краевой столице, эта вспышка коронавируса погаснет еще не скоро. И к другой теме. С сегодняшнего дня и по 25 марта в Барнауле будет перекрыта часть улицы Пионеров. А именно дорога возле строящегося здания на Пионеров 7-Б недалеко от рынка Юбилейный. До конца марта там планируется строительство инженерных сетей. Поэтому барнаульцев просят обратить внимание. Во время перекрытия на участке изменится схема движения автобусов 70-го маршрута. Они будут объезжать участок Поленина и Калинина как в прямом, так и в обратном направлениях. 6 миллионов рублей. Такую цену барнаульская пенсионерка заплатила за свою доверчивость. Женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Но, к сожалению, случай далеко не единичный. Сколько барнаульцев пострадало уже в этом году? А также, какие схемы мошенничества придумают для молодежи в сюжете Софии Яценко. Одни представляются сотрудниками банка, другие – полиции. На какие только хитрости не идут мошенники, чтобы заполучить деньги доверчивых граждан. Как правило, чаще от рук мошенников страдают пенсионеры. Пожилые люди переводят деньги, порой и миллионы, которые годами копили на квартиру или на учебу своим внукам. Несмотря на количество громких случаев, дистанционное мошенничество только процветает. Люди продолжают доверять незнакомому голосу по телефону. Берут кредиты, отправляют деньги на так называемый «безопасный лицевой счет». Только за январь этого года в Барнауле зарегистрировано 152 факта дистанционного мошенничества и 107 – краж с банковских карт. Среди пострадавших все чаще встречается молодежь. Молодые в основном подвержены видам таким, как легкий и быстрый заработок. К сожалению, такого у нас не бывает. Это игра на бирже, инвестиции, быстрый доход, большие деньги. Мошенники на этом играют. Успешно, так скажем. Эта девушка на бирже не играла, за легкими деньгами не гналась, а вот свои потеряла. Мне позвонили, представили сотрудникам банка. Сказали, что от моего имени поступила заявка об изменении номера, который привязан к банковской карте. Ну и то, что для подтверждения или отмены нужно нажать необходимую цифру. Я, знаете, не придала этому значению, нажала. Потом мне еще раз звонили, еще раз позвонили. Мужчина представился сотрудником службы безопасности, сказал, что заявку на получение кредита сделали мошенники. И что теперь надо с моего кредитного счета перевести деньги на банковскую карту, снять их в банкомате и перевести на безопасный лицевой счет. Несмотря на то, что о подобных разводах на деньги девушка слышала и раньше, среагировала положительно. Я перевела 300 тысяч на свою основную карту, перекинула потом на этот счет, который мне продиктовали по телефону. После снятия всей суммы связь резко прервалась. Ну, я начала звонить на горячую линию банка, рассказал свою ситуацию. Ну, там уже выяснилось, что это мошенники. Прежде чем доверять незнакомому голосу, власти советуют тщательно проверять информацию. Звонить в ту или иную службу самостоятельно. Только так можно сохранить свои деньги и нервы. София Ценко, Александр Антропов. День с толком. Барнаульского живодера осудили за убийство беременной кошки, с которой он расправился прямо на глазах у детей. Напомним, инцидент произошел в июле прошлого года в поселке Южный. Мужчина расправился с животным при помощи палки, забил насмерть. Дети пытались спасти кошку, кидали камни, чтобы отвлечь изверга. Однако живодера это не остановило. В настоящее время приговором суда с учетом позиции государственного обвинения подсудимому назначен наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. В интернете бурно обсуждали эту историю, так как помимо того, что мужчина зверски обошелся с кошкой, так еще и нанес психологическую травму детям, которые все это видели. Именно поэтому пользователи соцсетей рассчитывали на реальный срок. От штрафа не спрячешься. Сотрудники МЧС начали выявлять нарушителей с воздуха. Так в Шалабульхинском районе прошел ледовый рейд. Спасатели изучают излюбленные места рыбаков, чтобы предотвратить трагедию. Ведь иногда из-за халатности под лед может уйти не только сам рыбак, но и целый палаточный лагерь. Подробности у Анастасии Наборщиковой. В заводе Аби полсотни рыбаков. Если лед треснет, под воду уйдут целые семьи. Но треснет ли? Это спасатели выяснили, запустив вертолет в небо. Готов! В Шалабульхинском районе обследовали 10 километров берега и реки. Без техники на обход спасатели бы потратили часов в пять. Но два беспилотника с этой задачей справились за 20 минут. Сегодня разведку обстановки, мониторинг пожара, паводка и даже поиск людей в МЧС проводят, запустив дрон. Задействовали беспилотные авиационные системы как вертолетного, так и самолетного типов. Если первый передает информацию ограниченного радиуса действия до 5 километров, то второй позволяет нам отслеживать акваторию на расстоянии около 70 километров. Так что любой нарушитель попадает в зону нашего внимания. На экране смартфона спасатели заметили выезд на лед в запрещенном месте. Поэтому на берегу они тут же встретили нарушителя. Мужчине сегодня грозит штраф. А вот на льду улов продолжили. В рыбацком городке нарушений не оказалось. Автомобили стоят на берегу, а лунки во льду каждый бурил вдали друг от друга. Спасатели заверили, здесь под воду никто не уйдет. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Дай Бог, говорят, не хвастанье чешуи. Анастасия Наборщикова. День с толком. Телефоны, сим-карты и зарядное устройство в пене для бритья. На такие хитрости порой идут родственники осужденных при передаче посылок своим родным. Валентина Аскерова выясняла, почему, несмотря на серьезное административное наказание, люди все-таки нарушают закон. И как работает система досмотра службы безопасности в местах не столь отдаленных. Сыпучее, как говорится, вещество, что легко в нем можно что-то спрятать. Пачку чая тщательно прощупывают. Сыпучие без заводской упаковки на глазах уродственницы вскрывают и пересыпают в другой пакет. Часть передачки вообще отсеивают. К примеру, конфеты с начинкой и сало. Я не имею права принять такое право, потому что у нас нет с вами изготовителя-производителя, дата его изготовления, сроки хранения. Вес посылки не больше 20 килограммов – от 1 до 12 посылок в год. Такие правила действуют в мужских колониях. Точное число посылок зависит от вида исправительного учреждения и режима содержания. У Татьяны в колонии отбывает наказание брат. Продуктовые наборы девушка приносит родственнику раз в три месяца. В основном это что-то сладкое – к чаю, конфеты, печенье. В 2020 году сотрудники отдела безопасности при досмотре посылок обнаружили в пене для бритья целый набор запрещенных предметов – два сотовых, три сим-карты и зарядку. А за весь прошлый год закон нарушили 13 родных и близких осужденных. В списке самых распространенных запрещенных – средства связи. При заходе на длительное, допустим, свидание в косметичке или в кошельке, в шовчике, и вот в шовчиках могут симку, допустим. Ну, мы не знали, мы забыли, что нужно. Законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за попытку проноса передачи от 3 до 5 тысяч рублей. Если это сделано хищеренным способом, здесь все очевидно, снимается. Но даже если это по забывчивости, перед тем, как принять передачу, предупреждается гражданин обо всех этих моментах под роспись. Сложная ПИД-обстановка поставила на паузу длительные и краткосрочные свидания в алтайских колониях. Единственная связь со свободой осужденных – запланированные телефонные звонки до посылки и бандероли. Ежедневно 15-20 посылок от родных приходят осужденным, а в год эта цифра достигает 2-2,5 тысяч. И это только в одной колонии. Но шанса получить от родных запрещенку, несмотря на всевозможные ухищрения, практически нет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И к новостям спорта. В Барнауле состоялся первый в истории города международный турнир OpenFC, за которым следили тысячи зрителей. 12 боев, несколько часов жесткой борьбы. Как выступили бойцы из Барнаула, расскажет мой коллега Дмитрий Дроздов. Международный турнир OpenFC впервые в Барнауле. Файтерам из России противостоят бойцы из ближнего зарубежья. Первая встреча спортсменов состоялась на официальном взвешивании. И фейс-тоу-фейс, иными словами, встреча лицом к лицу. На Читов-Арене с самого начала висела напряженная атмосфера. Зрители без умолку подгоняли бойцов в клетки и тех не подвели. Несколько поединков закончились нокаутом, либо сдачей соперника. Барнаул представляли три спортсмена. Кирилл Зимановский во втором раунде одержал победу над спортсменом из Таджикистана. А Николай Несеров техническим нокаутом выбил Чумахона Исоева. Теперь сразу несколько барнаульцев претендуют на контракт в лигу OpenFC. В заглавном бою вечера встречался Барнаулец Гусейн Халиков с бойцом из Воронежа Вадимом Поневиным. Файтеры провели в октагоне все три раунда, показав при этом ударный поединок. По итогу 15-минутного боя победа досталась барнаульскому бойцу. Единогласное решение победы одержала Антиокена. Боют пенел из СССР Кусейн Халиков! Вот у меня было последнее поражение. Я сказал, дайте мне достойного оппонента. Выиграю его, я в деле. Не выиграю его, я закругляюсь. Так как мне не 20 лет, мне уже 30 лет. Поэтому я в деле, как я смотрю. 15 минут я спокойно отработал. Тем самым все барнаульские файтеры одержали свои победы. А вот в главном бою вечера в клетке встретились 35-летний Михаил Царев из Новосибирска и 47-летний Владимир Ивашкин из Иваново. Многие ждали трехраундовый бой, но Михаил Царев думал иначе. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Болевым приемом победу забрал Михаил Царев. Новосибирец готовился к своему главному соперинку Нурсултону Рузебуеву. Однако на поединок файтер не приехал. Официальная причина – травма позвоночника. Боец он или нет, не мне решать. Но это поступок немножко гниловастый. Я знаю, что такое травма позвоночника. Судить кого-то я не хочу. Может, у него на самом деле травма. Но если у меня была травма, я снялся. И выставляют, что он там 10 марта будет драться. А потом уже появляется вот вчера информация приехала, что он 19 февраля уже дерется. Замечательный, потрясающий турнир. Мне понравилась публика. Но в очередной раз понравилось. Потому что в Барнауле ценят и любят спорт. И главное – умеют болеть. По словам организаторов, Лига OpenFC приедет в Барнаул и в следующем году. Возможно, на нем мы увидим и топовых бойцов из жаркой Бразилии. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А вот алдайские пловцы начали подготовку к чемпионату России. Соревнования пройдут в марте, но уже понятно, из Краснодара наши вернутся с медалями. Речь о бийских паралимпийцах, которые летом взяли медали в Токио. Наша съемочная группа побывала на открытой тренировке и узнала, каково это выиграть олимпийское золото. Пятая дорожка – плывет Евросинин. Заплыв 100 метров браса на паралимпийских играх в Токио с первых секунд. Наши гор замыкают тройку лидеров. Видно, что золото достанется колумбийцу. Борьба идет за серебро. В схватке с австралийцем медаль достается российскому спортсмену из Бийска. Первое место было, конечно, очень тяжело занять. Нужно работать и над техникой, и над скоростью, и силой больше себе добавлять. У меня результат один стоял три года. Я не мог с 1.20 выйти из этого времени три года. И в какой-то момент я просто поменял технику и улучшил сразу же 4 секунды. После стартов спортсмены и их наставники ищут что-то новое для улучшения результатов. В этом сезоне тренер Елена Соколова делает упор на силу и выносливость. К сожалению, сейчас она болеет, но программа тренировок составлена. Спортсмены ежедневно проводят один час в спортзале и два на воде. Я этим ребятам верю полностью. Я в них верю. Первая спортсменка, которая выезжала на параллельбийские игры, это была Ирина Калмогорова. Она является чемпионкой мира, чемпионкой Европы. В настоящее время она живет в городе Бийске, и у нее дочка. Замечательная, которая также занимается спортом. Эти парни последними не станут. Сегодня в группе, где у каждого нарушение опорно-двигательной системы занимается 30 человек. В ком-то уже видят будущего чемпиона. Хотя в начале пути родители просто мечтают укрепить здоровье ребенка. Некоторые приходят в бассейн, чтобы научиться ходить, а уж потом плавать. Благодаря Елене Александровне Соколовой, благодаря родительской помощи, благодаря команде удается достичь таких результатов, которых раньше бы и не предполагал, что куда-то буду ими обладать. А еще чемпионат России, где бичане рассчитывают на победу. К слову, у медали такого уровня есть своя денежная сторона. За победу в Токио Министерство спорта выделило 15 миллионов. Сейчас в планах улучшить бассейн и купить итальянские тренажеры. Но парни надеются, что в будущем спортсменов станет больше. Валентина Аскерова, Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...